С турбаза под Абширонском срочно увезли шокированных детей. На их глазах в термальном источнике утонул одноклассник. Должны и забанкротов. Губернатор встретился с главным кубанским налоговиком, потребовал навести финансовый порядок. Прокуроры увидели, как закрывают глаза на коррупцию. В краевом ведомстве подытожили годовую борьбу со взятками. И суеверие футбольного Краснодара. Перед важным матчем с Анжей игроки клуба неспроста позвали к себе болельщиков. Это «Факты» на девятом студии Екатерина Давыдова. Здравствуйте. И начинаем мы сегодня с трагического случая в Абширонском районе. Там 8-летний мальчик утонул в термальном источнике. ЧП произошло днем на турбазу недалеко от станицы Нижегородской. Вместе с родителями приехали школьники из Краснодара. Один из мальчиков нырнул в бассейн и не смог выплыть. Рядом находились взрослые. Школьника вытащили из воды, но спасти ребенка не смогли. Мальчик скончался на месте. По словам следователей, в момент трагедии врача на туристической базе не было. Учеников 2-го и 3-го класса в 74-й школе Краснодара привезли отдохнуть на термальные источники по инициативе родительского комитета. По предварительным данным, бассейн соответствовал всем нормам. Утонувший мальчик плавал на глубине около метра. Всех детей после трагедии сразу же увезли домой. Сейчас следователи проводят проверку на турбазе. Там работает наша съемочная группа. Подробности смотрите в следующем выпуске «Фактов». Ну а в крае без электричества остаются около 6 тысяч жителей. Аварии произошли на 130 трансформаторных подстанциях Ленинградского, Кущевского, Тихорецкого, Тимашевского и Староминского районов. Ремонтные бригады энергетиков будут работать всю ночь. А причина аварии – обрыв линии электропередачи, который произошел накануне из-за непогоды. И сегодня же в крае объявили экстренное предупреждение. По данным МЧС, в северных районах температура воздуха снова понизится. На дорогах будет гололед, а на деревьях и проводах снова наледь. В связи с этим спасатели прогнозируют новые аварии. Соответственно, отключение света в 12 районах края. За минувшую ночь рабочие восстановили свет в 19 населенных пунктах Ленинградского, Кущевского, Крыловского, Каневского и Староминского районов. Однако к утру на этой же территории произошли новые разрывы линий. На севере края шел муросящий дождь. При этом из-за перепадов температуры слой наледи постоянно увеличился. Ломались и ветки деревьев. Они падали на провода. Без электроэнергии остались жители 11 станиц и поселков. И всего около 12 тысяч человек. Более суток сотрудники Кубаниэнерго работали в усиленном режиме. На борьбу с последствиями непогоды бросили 33 бригады. Сегодня президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении внезапных крупномасштабных военных учений в акватории Черного моря. В них принимают участие 36 боевых кораблей из Севастополя и Новороссийская, а также авиация, ВДВ, морская пехота, артерелия и подразделения главного разведывательного управления. Всего в учениях задействует 7 тысяч человек. Им предстоит отработать комплекс практических задач и выполнить стрельбы из различного вида оружия. Они пройдут на полигонах. 8 миллиардов рублей в виде налоговых поступлений недосчитался бюджет края в прошлом году. Такие цифры озвучил сегодня Александр Ткачев на встрече с руководителем краевого управления Федеральной налоговой службы Виктором Красницким. Как отметил глава региона, в общей сложности бюджету должны 7 территорий края. Причем во многом недосчитались поступления в бюджет из-за предприятий, которые находятся в стадии банкротства. Есть у нас определенные недоимки, прежде всего по налогам, по имуществу, по прибыли, по НДФЛ, такие как Красноярмейский, Старомельской район, Новороссийск, Сочи, Геленджик, Славянск-на-Кубани. Здесь особо надо посмотреть, потому что это наши недополученные налоги, это средства. Объем по году равняется больше 2-3 миллиардов рублей. Поэтому надо здесь активно поработать и сделать все, чтобы навести порядок. Мы вот вместе с вашим заместителем, с Пиром Гаван Санчевым, и с прокуратурой, и с Министерством экономики объявили этот год, год борьбы с задолженностью. И мы создали 2 международные рабочие группы. В первом квартале уже провели 7 выездов в муниципальное образование, начали с крупных. Были в Новороссийске, в Геленджике были, заслушали 47 предприятий банкротов. Подвижки пошли небольшие. Мы в этом году уже закрыли 215 процедур. На встрече Виктор Красницкий также отметил, что в прошлом году за нарушение налогового законодательства на Кубани 18 человек были привлечены к уголовной ответственности. Губернатор края Александр Ткачев своим постановлением учредил новую региональную награду – медаль «Герой Кубани». Ее будут получать жители края, которые проявили смелость, мужество и героизм при исполнении служебного долга, задержании особо опасных преступников и ликвидации последствий стихийных бедствий. Теперь это высшая награда региона. И те, кому ее вручат, получат такие же права и льготы, как и «Герой труда Кубани». Следователи края за прошедший год возбудили более 400 уголовных дел о коррупции. Более 30 из них за взятки в крупном и особо крупном размере – свыше 1 миллиона рублей. Сегодня руководители правоохранительных органов региона подвели итоги работы в прошлом году, а также рассказали, как собираются бороться с коррупцией дальше. Прокурор края Леонид Корженек отметил, что в этой борьбе много недочетов. К примеру, расследования таких дел ведутся слишком долго. Сроки превышены по каждому третьему преступлению. Также прокурор края заявил, иногда руководители органов власти просто закрывают глаза на коррумпированность своих подчиненных. Буквально речайший случай, когда руководители увольняют, а в максимальном случае ограничивается объявление выговора, то есть пальчиком погрозят. Также на встрече говорили, как необходимо усилить контроль за доходными декларациями должностных лиц. В прошлом году более трех сотен представителей власти скрыли истинное количество личных автомобилей и недвижимости. Краснодарские депутаты раскритиковали работу местной полиции. Остались недовольны отчетом начальника городского управления МВД Олега Агаркова. На заседании Гурдумы он рассказал о проделанной работе в прошлом году. По его словам, растет раскрываемость преступлений, в том числе и так называемых висюков, а параллельно стяжается и количество совершаемых преступлений. Но депутаты считают, сухие цифры статистики не всегда показатели высокого качества работы оперативников. В городе, говорят, не хватает участковых, а тех, кто работает, иногда плохо исполняют свои обязанности. Депутаты даже привели примеры, когда полицейские и вовсе бездействуют. На оперативном уровне я столкнулся с полным разгильдяйством, пассивностью, лением, нежеланием работать и даже недалекостью сотрудников. Последний факт был вопиющий. Когда угнан автомобиль, мы проделали оперативную работу, сами разыскали, установили личность, где он проживает, идентифицировали его. Две недели, две недели передали информацию в РОВД, в Карасунку, две недели опера не могли выехать и арестовать преступника. В семье не без рода, не все работники могут исполнять правильные свои обязанности. Кто-то кого-то нужно поправить, а кого-то нужно, так сказать, приступить хорошо. Поэтому я принимаю, буду, вот данный вопрос и готов всегда сотрудничать со всеми. У меня даже прямой телефон, если я даже от граждан не прячусь, они мне звонят напрямую и постоянно отвечают на все вопросы. С учетом всех замечаний, депутаты все-таки единогласно приняли отчет Агаркова. Всего же на заседании Гордумы сегодня рассмотрели более 20 вопросов. Среди них реализация программы «Краснодару. Столичный облик», ликвидация чередей в МФЦ и градостроительный стандарт. Последний вызвал много споров. В итоге депутаты приняли проект по новым нормам. При проектировании жилых домов в историческом центре застройщики должны каждую квартиру обеспечить парковочным местом. А в других районах Краснодара на 4 квартиры 3 места для авто. У нас это еще не все факты. Вот что будет далее в программе. Бой после войны. Матери погибших солдат судятся с краевоенкоматом из-за денег. Где в Краснодаре будут хоронить покойных после лета? На самом крупном в городе Славянском кладбище места заканчиваются. И суеверия футбольного Краснодара перед важным матчем в Сан-Джи игроки клуба неспроста позвали к себе болельщиков. Все это не только сразу после рекламы. Она пройдет быстро. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Жителям Краснодара больше не нужно ездить в Москву, чтобы получить визу в Литву. Сегодня в краевой столице открыли первый сервисный визовый центр этой прибалтийской страны. На Кубань прибыла делегация во главе с послом Республики в России Ренатасом Норкусом. По его словам, документы в центре будут готовить две недели. Получая шенгенскую визу в литовском визовом центре, имеете возможность приехать в Литву первый раз, а потом уже и в другие шенгенские страны. Так эта шенгенская виза действует во всех шенгенских странах. Но, конечно, если вы получили ее через литовский центр, первый въезд должен быть в Литву. Также сегодня литовская делегация провела переговоры с вице-губернатором края Вадимом Лукаяновым. На встрече обсуждали вопросы сотрудничества Кубани и Литовской Республики в различных сферах экономики, в том числе промышленности и сельском хозяйстве, а также в спорте и туризме. Вадим Лукаянов отметил, что Край был и остается одной из самых привлекательных экономических площадок и поддерживает партнерские отношения более чем со 120 странами. Мы рады нашему по сравнению с другими странами. Наш товарооборот меньше, но мы имеем достаточно, на наш взгляд, серьезный потенциал. И я считаю, что при поддержке посольства Литвы в России данные показатели по внешней торговле можно значительно в качественную сторону увеличить. И представители Литвы, и вице-губернатор края отметили, что открытие визового центра позволит создать дополнительные условия для развития деловых отношений. Вылечиться с помощью музыки. Новый вид процедур начали применять в санаториях Анапы. Пациентов психологически тестируют, а потом включают мелодии, которые улучшают эмоциональное и физическое состояние. Еще одна экзотическая терапия лечения звуком с помощью камертонов. Мы работаем по биологически активным точкам. Лечение, гармонизация организма, лечение многих заболеваний. Это и нервные болезни, заболевания позвоночника, заболевания органов дыхания. Это очень приятная процедура. В этом году в здравницах края много нововведений для лечения тяжелобольных пациентов. Например, в санатории Анапа открыли тренажерный зал для людей с травмами позвоночника. Они проходят восстановительные курсы под наблюдением врачей. Мой внук на протяжении шести лет, мы приезжали только на одном тренажере, работал. Сейчас он уже работает на восьми тренажерах сам. И я надеюсь, что мой внук благодаря этому санаторию, я думаю, что мы в будущем и пойдем. Гостей Краснодарского края в этом году ждут и традиционные процедуры. В них стараются использовать все природные особенности курортов. Лечат пиявками, уникальными грязями и даже водорослями. В настоящий момент санаториями Анапа используется более 400 лечебных программ, которые успешно применяются уже на протяжении многих лет. Но несмотря на это, курортная медицина Анапа на месте не стоит. Каждый год у нас вводятся новые программы. Сегодня, к примеру, только в городе-курорте Анапа работают 45 санаториев. С начала года там прошли лечения и отдохнули более 180 тысяч человек со всей России. Новое кладбище откроют в Краснодаре. Для будущих захоронений власти уже выделили около 300 гектаров земли между западным обходом города и хутором Капанским. Проект нового погоста уже готов. На поле появятся ограждения. Строители обустроят входы и выходы, подведут коммуникацию, установят фонари и скамейки. Облагородят сначала 20 гектаров. Зону захоронений поделят на отдельные участки. Общественные, почетные, воинские и не только. Чтобы представители всех регулиозных конфессий могли выполнять свои захоронения согласно своих обычаях. На кладбище предусмотрены участки для захоронения православных людей, участки для захоронения мусульман, армянской диаспоры, курдской и остальных регулиозных конфессий. К новому кладбище будет вести специальная дорога. По ней пустят общественный транспорт. Как отметили специалисты администрации Краснодара, организация нового погоста – вынужденная мера. На Славянском летом закончатся свободные места. В день там хоронят около 40 человек. Кроме того, сейчас власти города рассматривают возможность строительства на пока еще действующем кладбище первого в Краснодаре – крематория. Их дети не пожалели жизни за родину. А они теперь в суде отстаивают право на увеличение пенсии. В краевом военном комиссариате отрезали – не положено. Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел иск родственников солдат, погибших во время воевых действий в Чечне, Дагестане и Афганистане. Чем закончилась тяжба, расскажет Юлия Кишинева. Парашюты были его страстью, а служба в армии – мечтой. Вячеслава Олентева призвали на следующий день после совершеннолетия. От счастья он говорил, что поднялся на седьмое небо. Откуда? Так и не вернулся. Он хотел в армию, но у него такое, что там становятся мужчинами. То есть он приобретает те качества, которые ему необходимы. Вот это вот самостоятельность, проба собственных сил. Ну а во-вторых, вы знаете, спецназ – это у мальчишек как что-то запредельное, где именно вот все лучшее. Судьба забросила Вячеслава в Дагестан. По словам сослуживцев, он был везунчиком и лучшим бойцом. По минным полям ходил с закрытыми глазами. Но однажды удача отвернулась. До сих пор Наталья Олентева знает о смерти сына лишь по обрывкам рассказов. Вячеслав и капитан части накрыли своими телами взорвавшуюся гранату. Остальным бойцам спасли жизнь. А жизнь Натальи остановилась. Передо мной положили телеграмму «Груз 200» и сообщили о гибели сына. Из головы не выходит. Помнишь руки, помнишь губы, запах. То есть все это остается с тобой. От этого отойти невозможно. Вячеслав был главной надеждой и опорой семьи Олентевых. Он зарабатывал деньги с седьмого класса школы. Сейчас Наталья с мужем пенсионеры. Воспитывают двух дочерей. На скромные выплаты по потере кормильца прожить, говорят, бывает непросто. Недавно Наталья узнала, что может претендовать на увеличение пенсии на 32%. Об этом ей рассказали матери ребят, тоже погибших во время боевых действий. Женщина была обрадовалась, но Краснодарский военный комиссариат быстро остудил пыл. Сказали, что мы не имеем права, что мы не являемся ветеранами боевых действий. Что ветеранами боевых действий являются наши дети. То бишь наши дети, ну это я так-то смыслю, что наши дети должны были, перед тем, чтобы погибнуть, передать свои льготы, я так понимаю, а тогда уже погибать. Возможно, так бы и остались ни с чем родственники 14 погибших в Чечне, Дагестане, Афганистане солдат. Но они решились искать правды в суде и выиграли. Юридическую помощь оказал благотворительный фонд «Право матери». Чтобы добиться справедливости, пришлось разложить закон по полочкам. Закон Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, предусматривает три вида пенсии. Две из которых, пенсию по инвалидности и за выслугу лет, получают сами военнослужащие. А третьи пенсии, пенсии по случаю потери кормильца, получают именно члены семьи погибшего военнослужащего. Статья 45 предусматривает повышение к пенсии по случаю потери кормильца. А значит, повышение пенсии членам семьи погибших военнослужащих. Несмотря на решение Первомайского районного суда Краснодара, иск родственников погибших солдат удовлетворить в военном комиссариате все равно стоят на своем. Мы будем обжаловать это решение суда и доказывать в Краевом суде, чтобы оно было отменено. То бишь повышение членам семьи, которые сами не принимали участие в боевых действиях, повышение это им да, чтобы не устанавливать. Точку в этом вопросе поставит Краевой суд. Если предыдущее решение останется без изменений, пенсии по потере кормильца у родственников погибших солдат увеличатся на 32%. Ко всем погибшим, мальчикам, мужьям, отцам, страна должна их помнить, чтить и, конечно же, заботиться об их семьях, потому что эти утраты, они не проходят бесследно. И, наверное, любая мать или жена может сказать, что я верну, отдам этому государству все, отдайте только сына или мужа. Наталья Олентьева говорит, эта ситуация только сплотила тимошевских матерей, потерявших детей. Хотя им и без этой судебной тяжбы живет не легко. Летом будет ровно 9 лет, как погиб сын Натальи Олентьевой. В этот день она, как обычно, зайдет в школу, где учился ее мальчик, чтобы постоять возле памятной доски. Такие в Тимошевске становили всем погибшим солдатам, о которых мы сегодня рассказывали. Родители этих ребят обещают и дальше поддерживать друг друга. Как минимум, все памятные даты отмечать вместе. Юлия Кишинева, Олег Черепок, 9 канал, Тимошевский район, Краснодар. Дорожники закрыли автомобильный мост через реку Лаба на федеральной трассе «Кавказ» между Лабинском и Майкопом. Объект признали аварийным и приступили к ремонту. Как рассказали нам в Краевом управлении федеральных автодорог, на этом участке ограничили движение для всех видов транспорта. Чтобы помочь водителям сориентироваться, установили запрещающие знаки. На месте дежурят экипажи ГИБДД. Дорожники советуют автомобилистам выбрать альтернативные маршруты. Легковые машины могут проехать через село Вольное, а самая удобная дорога для грузовиков через Курганинск. Проезд по мосту откроют через две недели, когда восстановят бетонное перекрытие. Интернет сегодня не только не знает границ, для него и возраст не помеха. Всемирную сеть все чаще осваивают люди почтенного возраста. Только за последний год число юзеров старше 50 увеличилось вдвое. Бабушки и дедушки щелкают мышкой, взахлеб читают новости онлайн и регистрируются в соцсетях. Для общения пожилых людей даже появился специальный ресурс – гайдпарк. Виза интернета сейчас люди как слепые котята. Везде ссылки. И думаешь, ну где же этот сайт взять? Только через ноутбук. О том, какие ресурсы самые посещаемые среди пенсионеров и как стать продвинутым пользователем, когда тебе уже со 60, расскажет такая жизнь. Сегодня в 8 вечера, сразу после фактов. Игроки футбольного Краснодара сегодня забивали тренировочные голы в присутствии болельщиков. На клубной базе провели открытую тренировку перед домашним матчем против Махачкалинского Анжи. Среди наблюдателей был и наш корреспондент Асланбек Бадаев. Он готов рассказать об особенностях прошедшей встречи и предстоящей игры. Открытые тренировки футбольного Краснодара стали традиционными. Сегодняшняя – третья с начала сезона. Первый раз команда встретилась с болельщиками перед стартой встречи чемпионата против Казанского Рубина. Потом перед дерби с Кубанью. И что интересно, в этих играх быки неизменно побеждали. Продолжится ли удачная серия в матче с Махачкалинским Анжи? И встряхнет ли игроков встреча с болельщиками? Вот главные вопросы перед предстоящей игрой. Если примета сработает в очередной раз, говорят в клубе, они будут вынуждены проводить открытые тренировки чаще. Если это будет удачно, тогда будут приглашать перед каждой игрой, когда играем в дом. Матч против Анжи очень принципиален для быков. В первом круге клуб из Дагестана нанес нашей команде самое крупное поражение в сезоне со счетом 5-2. И теперь краснодарцы постараются взять реванш. А с каким счетом, говорят футболисты, не имеет особого значения. Даже если мы выиграем их 1-0, это будет для нас очень хорошим результатом. Поэтому не стоит никакой задачи забить им тоже 5. Конечно, если получится, то будет здорово. Главное – набрать очки. Отмечу, в составе гостей в предстоящем матче не сыграет ряд основных игроков. Во главе со звездным камерунским нападающим Самуэлем Этоо. Он не выйдет на поле из-за травмы. Но не пустует лазарет и у быков. Во встрече с дагестанской командой им не поможет ключевой игрок – капитан Никола Дринчич, который выбыл до конца сезона. Также восстанавливается после травмы и бразильский полузащитник Краснодара – ИСЭЛ. Чьи потери в итоге окажутся более существенными, покажет игра. Встреча начнется в воскресенье в 15.45 на стадионе «Кубань». Асланбек Бадаев и Геннадий Шапошников, 9 канал, Адыгея. Ну а теперь к нам присоединяется в студии фактов Сэм Селезнев. Сэм, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, Краснодар потерял уже основного полузащитника, а у «Кубани»-то как дела? Там все здоровы? Тем более им предстоит важный матч со «Спартаком». Ну, у «Кубани» абсолютно все здоровы. В субботу ребята отправятся в Москву. Ну а сам матч со «Спартаком», кстати, его многие считают центральным в туре, состоится в воскресенье. А вот говорят, что еще Алексей Ионов в Москве хочет остаться. Дескать, руководство «Динамо» и «Кубани» договорились о его переходе. Это так? Ну, это неправда. В клубе сегодня эту информацию не подтвердили. Никто никаких переговоров не вел и, надеюсь, вести не будет. К другим новостям спорта прямо сейчас. Волейболистки Краснодарского «Динамо» в эти минуты встречаются с «Уралочкой». Встреча проходит во дворце спорта «Алим». Наша команда сейчас занимает пятое место в турнирной таблице. Гости идут третьими. Разрыв всего два очка. И победа в сегодняшнем матче позволит краснодаркам обойти соперниц в турнирной таблице. Более того, взять реванш за поражение в первом круге чемпионата. В Нижнем Тагиле «Уралочка» обыграла «Динамо» со счетом 3-0. Итоги сегодняшнего поединка подведем в следующем выпуске «Фактов». Сегодня в Крайвом центре прошел чемпионат России по гребле на Байдарках и Каноэ. Спортсмены разыграли медали только на одной дистанции 2000 метров с раздельным стартом. Кубанские гребцы выиграли две медали. Бронзово-каноиста из Брюховецкой Павла Петрова. Такая же медаль у байдарочницы из Краснодара Юлии Качаловой. До Казанской универсиады осталось ровно 100 дней. Всемирные летние студенческие игры начнутся 6 июля. В расширенном списке сборной России 116 спортсменов Краснодарского края, которым еще предстоит побороться за место в основной команде. Впереди отборочные соревнования, многие из которых пройдут как раз в Казани. Обеспечил участие на универсиаде пока только один кубанский студент, самбист Василий Караулов. Можно с уверенностью сказать, что в Казани точно выступят кубанские пловцы, рэкбисты, гребцы и легкотлеты. Всего наши спортсмены претендуют на участие в соревнованиях по 17 видам спорта. Окончательный состав сборной команды страны будет известен в середине июня. Добавлю, что на прошлой универсиаде в китайском Шэньчжэне наш край представляли 23 человека и привезли на родину 19 медалей. По 6 золотых и серебряных, а также 7 бронзовых. 7 кубанских ярксменов поборются за принцессу Софию. Так называется традиционная международная регата, которая проходит ежегодно в конце марта на Болярских островах. Это третий этап Кубка мира и один из самых престижных турниров года. Всего на нем выступит тысяча спортсменов. Регата проводится в олимпийском и паралимпийском классах ягд. А кубки победителям вручит королева Испании София. Далее погода с Дмитрием Крамарем. У меня же на этом все. Всего хорошего. До новых встреч. Ну, нам на электричку пора. Оставайте. Я снова кредит в Совкомбанке взял. На него не только террасу отремонтировал, но и второй этаж утеплил. Всем места хватит. Ура! Совкомбанк. Кредитные программы для пенсионеров. Люблю тебя, дедушка. Добрый вечер. Генеральный партнер прогноз погоды Совкомбанк предоставляет своим клиентам новую удобную услугу и удобрение кредита по телефону. На территории Совкомбанка всегда хорошая погода. Сегодня люди в панике. Потому что по радио, в интернете везде народ пугают морозами до минус пяти. Естественно, народ пугается. Что же ему еще делать? На самом деле ситуация спорная. Потому что такой мороз может быть, а может быть и не быть. Я, если честно, вообще ничему не удивлюсь, потому что на севере был жуткий гололед. Но ничего страшного. Смотрим на карту. Итак, над нами сейчас вот эти облака, этот атмосферный фронт, от циклона, который немножечко отошел. А выше в нашу сторону стал смещаться антициклон из Средней России. Если циклон внесет в себе осадки, то антициклон несет в себе холод. Вот это сочетание и делает жуткую погоду в нашем крае. Итак, завтра мы окажемся на границе влияния циклона и антициклона. Ночью и утром осадки, возможно, будут по всему краю. А вот днем только по югу. В горах и предгорях. Естественно, что, возможно, мокрый снег и гололед. Что касается температуры, то тут следующее. Если антициклон ночью к нам придет, то облака рассеются, и вот тот мороз до минус пяти будет. Но только на севере края. А если этого не произойдет, то мы ограничимся всего лишь плюс три, минус два. А днем 2,7 тепла. По югу вообще до десяти. Местами ожидаются туманы. Что касается ветра, то он северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В общем, полный комплект непогоды. Рейтинг. Тут у нас будет очень тепло, это побережье. А здесь очень холодно, это север. В Краснодаре все условия, чтобы простыть и заболеть. Потому что ночью и утром возможны осадки даже в виде мокрого снега. Да и температуры всего лишь минус один, около нуля. Ветер такой будет с северного направления. Сырость, холодно. Зато днем и вечером уже должно быть, по крайней мере, без осадков. Воздух до восьми прогреется. Все же лучше, чем ничего. Давление высокое. Все. Напомню, что спонсор прогноз погоды Восточный экспресс-банк. Выгодные кредиты, простые условия. Уважаемые жители Кубани, нам бы ночь подержаться, да день простоять. А в субботу я вас порадую, обещаю. Так что держитесь, пока.